В начале пару слов о разжижении густой крови. Ведь это беда многих людей, потому что люди не пьют воду. Надо пить воду. Не напитки, а именно воду. Помните, только вода является растворителем, а не растворы, такие как чай, морс, компот и прочее. Если между молекулами воды уже что-то растворено, какое-то вещество, то это раствор, но не растворитель. И как растворитель такая вода работать не будет. Какую воду пить? Об этом у меня много видео. Сейчас я про это, конечно же, говорить не буду, посмотрите хотя бы вот это про живую водородную воду. Ну и про то, какую воду надо пить, про систему обратного осмоса. Про вред минерализации воды. Сейчас о другом, о количестве воды. Так вот, пить воду, например, людям, придерживающимся сыроедной диеты, нужно и достаточно 1 литр в день. Ну а в жару по потребностям, ну скажем, до полутора литров. И это нормально, потому что основную воду, влагу, они получают из живой растительной пищи. Ну а кто ест все вареное и жареное, хотя это очень плохо, но тем не менее, воды таким людям надо пить больше, до 2 литров. В жару больше по потребностям. Организм сам это подскажет явной жаждой. Если по анализам крови у вас повышен гематокрит, значит точно вы пьете мало воды. Это очень хороший показатель, а периодически сдавать анализы крови нужно всем. Вот и увидите. Нужно уменьшить потребление соли до 5 грамм и менее в сутки. Не ешьте ничего копченого. Кстати, насчет соли, как потреблять гораздо меньшее количество, но испытывать при этом те же вкусы соленой пищи, вот мое видео. Там хитрая подсказка. Конечно, нужно увеличить посильно физическую активность и вообще тренировать сердечную мышцу. Дорогие товарищи, ничего не ешьте после 16.00. Посмотрите вот это мое видео, поймете, почему это очень важно. И в связи с нашей темой разговора, конечно, нужно нормализовать давление, у кого оно, допустим, повышенное. Герудотерапия, кто спросят, для разжижения крови. Да, это тоже хорошо. Но если нет проблем с гемоглобином, то есть пиявки действительно хорошее старое народное средство. Витамин С натуральный, только натуральный, никакой аскорбиновой кислоты. Очень важен витамин С для сердечно-сосудистой системы и тонуса сосудов. Но, кстати, и как вещество пикногенол, содержащееся в косточках винограда. Есть специальные препараты из косточек винограда, именно содержащие пикногенол. Они делают сосуды более эластичными, это очень важно. Вообще говоря о разжижении крови еще двух показателях, то есть вязкости, жирности и густоте крови, посмотрите вот это мое видео. Скоро я дам рецепт очень хорошего травяного сбора, хотя и тот же донник с корой белой ивы – хорошее средство. Его можно применять, повторяя, раз в три месяца, проходя курс месяц подряд. Сейчас проспецифический продукт. Очень полезен, конечно, чеснок. Это к тому же еще и хорошее желчегонное средство, ну и для сосудов очень полезен, безусловно, и к тому же содержит селен. Очень важный минерал, антиоксидант, который тоже укрепляет сосуды. Ну, конечно же, зелень различная. В первую очередь укроп, петрушка, рукола, зеленый лук, хотя и репчатый лук очень полезен. Конечно же и хрен. Из дикоросов я советую обязательно есть сныть. Или порошок вакуумной сушки, который содержит все питательные вещества и лечебные свойства уникальной травы сныти. Посмотрите вот это мое видео про сныти. А трава мокрица прекрасно снижает повышенный холестерин в крови. Об этом в том числе я говорил в моем видео про эту траву мокрица. Вот это видео. Ну и, конечно же, молодые листья одуванчиков, уникальное средство для очищения сосудов. Очень полезен лимон, клюква, брусника, семена льна, льняное масло в те же салаты, конечно же, имбирь, калина и боярышник. Ну а из БАДов, то есть натуральных концентратов, питательных веществ, природных, я советую, конечно же. Вот этот препарат Биокедр. Обязательно Синтезит Актив. Препарат Т8 Экстра. Это такие полипринолы, мощные антиоксиданты из иголок пихты. Конечно же, микроводорсель хлорелла будет очень полезна. Ну и обязательно посмотрите вот это мое видео Куркума, где я даю рецепт куркумы с черным перцем, но не простой куркумы, который содержит малое количество пигмента куркумина, главного действующего вещества, а с высокой концентрацией, обладающей особой лечебной силой. Из видео вы все поймете. Эти препараты, если укроп, петрушка, чеснок и другие травы, те, о которых я говорил и о которых я сейчас скоро вам расскажу, вы сможете приобрести где угодно, или вырастить, или собрать самим, по крайней мере, да, можно тоже, то вот эти препараты вы можете приобрести у меня на сайте надгар.ру, будучи уверенным в том, что эти препараты очень эффективны, что они неподдельные, и что они обладают этими сильнейшими профилактическими и лечебными свойствами, причем очень широкого спектра действия. Ну а теперь очень хороший, сильный сбор на основе тысячелистника, который и укрепляет сосуды, и избавляет их от холестериновых отложений, от атеросклеротических бляшек. Берется 50 грамм стеблей тысячелистника, все в измельченном виде, 25 грамм соцветий боярышника, ну а при отсутствии таковых можно взять измельченные плоды, 25 грамм листьев амелы, 25 грамм побегов барвинка молодого, 25 грамм листьев одуванчика. Эти травы должны быть хорошо высушены и тщательно перемешаны, примерно в одинаково равных частицах измельчения. А для приготовления настоя надо взять одну столовую ложку данной смеси и залить 200 миллилитрами горячей воды градусов 80-90. Необходимо дать настояться в термосе примерно 2 часа и употреблять по одному стакану 3 раза в сутки. Поэтому пропорцию данную мною только что вы можете увеличивать сразу в 3 раза. Но начать можно с малых доз, всего лишь с одной порции, и эти 200 миллилитров настоя разделите на 3 раза, то есть по 1 треть стакана 3 раза в день. Постепенно в течение недели увеличьте дозировку до 2 стаканов, то есть 2 пропорции, и до 3 стаканов, то есть 3 пропорции от указанных мною. Максимальная продолжительность такой терапии не должна быть более 2 месяцев к ряду. Ну а далее я поясню, чем заменить, чем чередовать после 2 месяцев применения этого сбора. Но для более сильного результата, чтобы не убирать лечебный эффект, а чтобы он продолжался, смена трав, препаратов нужна. Уважаемые зрители, для тех из вас, кому интересна архитектура и история Москвы, московских улиц, домов, дворов, скверов, я очень рекомендую посетить интереснейший телеграм-канал, вот этот, на котором есть и очень интересные углубленные экскурсии по Москве, например, по историческому району чистых прудов и Китай-города. Эти и другие экскурсии представляют из себя красивые файлы с маршрутами через дворы, переулки, с рассказами об интересных зданиях. Это, поверьте, очень душевно и интересно. Вот вам ссылка на этот телеграм-канал, я оставлю ее под видео, потом посмотрите, нажмите, посетите его. Ну а по моему сайту nadgar.ru скажу следующее. Всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Помните, враги для сосудов не жиры сами по себе, и даже не сам холестерин, а именно сахар, сахара, они провоцируют и нарушению работы печени, а соответственно и синтеза, и контроля за холестерином. И этому посвящено несколько моих видео у меня на канале. Начиная от видео инсулино-резистентность и заканчивая видео, что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней. И перед тем, как я перейду к признакам, которые явно говорят о снижении диаметра, то есть просвета ваших сосудов, и о проблеме, которая может быть уже завтра, это очень важно знать сегодня, я скажу вам кратко об одном моем видео с таким названием «Как очистить сосуды от атеросклеротических бляшек, тромбов и снизить плохой холестерин». В том видео я более подробно освещаю очень важные вопросы, в том числе образовательного характера. То есть, что такое атеросклеротические, холестериновые бляшки, чем они опасны, в каких местах организма, сосудов, они чаще всего возникают и каким пагубным последствиям рано или поздно приводят. Там я рассказываю о главных причинах возникновения атеросклероза и о том, как снизить повышенное количество плохого холестерина в крови, что же такое тромбы и как они образуются. А также рассказываю о факторах, приводящих к долголетию. И самое важное, что я даю там меры, средства, как очистить сосуды от атеросклеротических бляшек и избежать инсультов и инфарктов. Поэтому обязательно смотрите то мое видео. Ссылка на него будет в описании вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь очень важные признаки сужения просвета сосудов. Первое. Признаки поражения сосудов головного мозга. Это частые головные боли, головокружение, снижение памяти и сонливость, утомляемость. При том, что шумы и боли в голове периодические. Теперь признак поражения сердечной мышцы, коронарных артерий и аневризмы грудной аорты. Это боль в области сердца, за грудиной и одышка. Это самые характерные признаки. При наличии данных признаков обязательно исследуйте, есть ли эта проблема или ее нет. И причины в ином. Теперь признаки нарушения кровообращения нижних конечностей. То есть проблемы с сосудами нижних конечностей. По аналогии и с руками все то же самое. Но речь про ноги, как вы поняли сейчас. Так вот это боль при ходьбе. Это холодные ноги. Холодные даже под одеялом яркий признак. Это снижение чувствительности в конечностях. Теперь признаки аневризмы брюшной аорты. Это боль в животе, поясницы и специфическая пульсация в животе. Ну а теперь вот вам неплохое лечение при данных проблемах. Хотя, конечно, тот первый мой рецепт можно взять как базовый. Ну а затем месяц было бы хорошо применять следующий рецепт. На один литр горячей воды берется две столовые ложки шелухи репчатого лука. Шелуха должна быть чистая, светлая, янтарного цвета. Лук должен быть экологически чистый, деревенский, домашний. Также берется четыре столовые ложки сосновой хвои, хорошо высушенные, но они должны быть темно-зеленого цвета. И две столовые ложки плодов шиповника. Все это засыпается в термос и наливается один литр горячей воды примерно 80-90 градусов. Потрясите термос, слейте эту воду секунд через 30-40 и налейте заново. Вот тогда уже закрываете крышку термоса и ждите около часа настоя. Принимать по полстакана три раза в день за 15-20 минут до еды. Но можно вместо хвои сосны добавлять одну столовую ложку пихтового экстракта. Вот этого. Принимать этот курс нужно не менее месяца. Можно чередовать помесячно с настоем из шелухи чеснока. Очень хорошее, кстати, средство. Средство универсальное, оно и против перхотей, если обрабатывать кожу головы после мытья. Применяется это средство и против аллергии, и для очищения, кстати, кожи, хотя оно применяется внутрь, а кожа при этом очищается. Но в нашем случае в том числе и главное для профилактики лечения атеросклероза. Брать нужно только органический био-чеснок из деревни. Выращивать самим или покупать в проверенных местах. Можно покупать у нас, если захотите. Для этих целей надо брать шелуху, на которой не должно быть темных пятен. Она должна быть светлая, белая, чистая. Одну чайную ложку, измельченную до частичек не более одного сантиметра, шелухи и чеснока, нужно заливать одним стаканом горячей воды градусов 70-80, не более 90. И также в начале, секунд через 30, нужно слить, либо через марлю, либо через сито. Но чтобы убрать взвеси и пыль, а затем опять залить температурой градусов 70-80 на 2 часа в термос, затем процедить, очень хорошо процедить, и пить по одной треть стакана минут за 15-20 до еды. Пить нужно в остывшем виде, не горячей и не теплой, комнатной температуры. Новый отвар делать каждый день. Каждые 5 дней увеличивайте концентрацию шелухи, доведя до 3 чайных ложек запаривания. И чередуйте эти рецептуры помесячно. Результаты будут однозначны, и довольно-таки быстро, месяца через 2-3-4, вы увидите явные результаты, и по анализам, и по самочувствию. Но только не ешьте много, не ешьте сахара, не ешьте сладкое, уберите этот наркотик. Ешьте больше зелени, зеленые коктейли, зелень салата, всегда добавляйте льняное, либо иное полезное масло, об этом я говорю в моей лекции Омега-3, 6, 9, жирные кислоты, и в моем видео про продукты, какие можно и нужно есть. Всегда добавляйте в салат и чеснок. Учитывайте мои рекомендации, которые я даю в своих видео, не ленитесь их смотреть, и даже конспектировать, ведь все они направлены на четкие, ясные, логичные советы для улучшения качества жизни и укрепления здоровья. Кстати, на моем канале есть плейлист, то есть отдельный раздел по лекарственным растениям и другой плейлист по лечебным свойствам высших грибов. Это старые, древние записи. Я очень советую вам эти видео посмотреть. Ссылки на эти два раздела я вам оставлю под этим видео. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть Почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России, у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.